Приветствую вас, и сначала давайте попробуем определить с вами возможные причины для ревности. Первая причина – это эгоизм. То есть вы думаете не о молодом человеке, вы не думаете о нём, вы думаете о себе. То есть вы хотите, чтобы вам, например, было хорошо, вы хотите, чтобы вам, например, было спокойно, вы хотите, чтобы у вас было душевное равновесие, душевная гармония, вот. При этом вы на второе место выдвигаете, к сожалению, своего мужчину, его желания, его потребности, ну и так далее. И в этом случае, конечно, стоит провести определённую работу над собой, чтобы для начала понять, чем эгоизм вызван вообще в принципе, и второе, что более важно, это как от него избавиться. То есть, основной момент здесь, он ведь какой? Основной момент. Основной момент, он в том, что вы свои личные желания, свои потребности пытаетесь удовлетворить за счёт, значит, молодого человека. Своего молодого человека. И, собственно, именно это и является тем, чего делать не стоит вам. Тут всё довольно просто. Почему молодой человек должен обеспечивать вам ваше, например, душевное равновесие и так далее? Почему молодой человек должен быть тем, кем вы хотите его видеть, например? То есть, это вот, ну, такие довольно важные моменты, о которых вам стоит подумать, как минимум, если вы хотите избавиться от ревности. Эгоизм. После эгоизма у нас идёт, в следующий пункт, страх одиночества. Видите ли, ревность есть, по сути, желание и довольно сильное желание привязать человека к себе. То есть, вы хотите, как будто бы, чтобы человек был с вами, вы хотите, как будто бы, чтобы мужчина был привязан к вам, да? Вот. И, соответственно, если вы хотите, вам это для чего-то нужно. И вот, собственно, основной вопрос заключается в том, для чего вам это нужно. И здесь, конечно же, всегда страх одиночества. То есть, вы боитесь его потерять. Конечно, страх одиночества может проявлять себя по-разному. То есть, вы, может, не боитесь остаться одна, но чего вы совершенно точно боитесь, того, например, что он, может быть, вам изменит. Что, может быть, ваши отношения закончатся, да? Ну и так далее. Здесь, я думаю, вы сами сможете дальше додумать, что-то я сказал. И подобный страх, он не дает вам покоя. И это, конечно же, тоже весьма и весьма серьезная проблема. То есть, если вы боитесь чего-то, то это имеет чрезмерное значение именно для вас, и, соответственно, с этим нужно работать. Либо со страхами, либо с тем, что, по вашему мнению, произойдет с вами, если наступит то, чего вы боитесь. Вот. Моментов здесь много, и я думаю, что разбирать их все именно здесь и именно сейчас, на мой взгляд, не стоит. Ладно, чтобы вы поняли сейчас одну вещь. Вы боитесь. Можете бояться. Точнее. Далее. Следующая причина ревности заключается в том, что вы не уверены в себе. То есть, вы сомневаетесь, например, в том, насколько вы хороши для своего мужчины. Вы сомневаетесь, например, в том, что вы самый лучший, что вы единственный для него. Вы сомневаетесь в том, например, что мужчина вас любит, что мужчина хочет быть с вами, что мужчина вас ценит и вами нравит. И это тоже является, ну, довольно серьезной, скажем так, проблемой. Потому что получается тогда, что вы проектируете на человека свои страхи. И ревнуете потому, что боитесь или сомневаетесь в себе. Ну, про страх мы уже сказали, поэтому повторять смысла я не видел. Но вот если говорить о неуверенности в себе, то каждый раз, когда какая-то ситуация происходит подобного рода, вы сталкиваетесь с болезненным ощущением, именно с болезненным ощущением, что, ну, вы, например, не такая. Что вы, например, не достаточно хороши. Что вы, например, не достаточно, там, ценны. Ну и так далее, и так далее. То есть вариантов здесь может быть много. Пожалуй, еще одной причиной для ревности может являться ситуация, когда вы уже были в отношениях, но при этом вас, например, бросили. Ну вот, элементарно, элементарно, да? Вы были бы в отношениях с мужчиной, а вас бросили. И теперь вы думаете, что это повторится. Что вас снова бросит. Вы этого не хотите, а? Заметьте, я не говорил о страхе вашем. Я говорил именно о том, что вы этого не хотите. То есть вы можете этого не хотеть. Вы можете этого избегать. И ревность здесь называет, как защитный механизм. Защитным механизмом ревность является и тогда, когда вы, например, не позволяете, ну, допустим, допустим, не позволяете себе, ну, какие-то отношения с надым человеком вступить. То есть, да, вроде бы вы с ним и в отношениях. Вроде бы у вас все хорошо. Но при этом, например, вы по какой-то причине, ну, скажем так, недостаточно расслаблены с ним. Может быть, не доверяете ему, может быть, что-то еще. Вот. И в этом случае тоже имеет место быть ревность. Цепление как защитный механизм. Здесь вам стоит подумать, подумать вот о чем. Какое состояние у вас защищает ревность? Именно состояние. То есть, что вы защищаете с помощью ревности своей? По моему, на мой взгляд, это тоже очень важный момент. Вот. То есть, объективно? Объективно. Получается так, что ревность вам нужна. Для чего-то. Вот для чего-то вам нужна ревность. Она преследует цель защитить вас. Но от чего защитить? Это еще, конечно, большой вопрос. Который требуется прояснить уже при приватной дефекте. Если вы захотите. Понятно, что самостоятельно с ревностью вы справитесь на вряд. И если вы не уверены в себе, это одно направление. Если вы боитесь, это другое направление. Если защитный механизм третий. Если проблемы, идущие из детства, это еще одно направление. Очень много всего. Очень много всего. Так что, для начала подумайте о том, что именно важно, что подходит вам в большей степени. А после этого уже будем что-то решать. Дальше. Из того, что могу вам порекомендовать прямо сейчас. Дальше. Дальше. Вот тогда такое, что вы могли бы прямо сейчас взять и в ходу использовать. Это является, этим средством является такое, знаете, перенаправление энергии, перенаправление негативных эмоций, которые у вас есть. Каждый раз, когда вы ревнуете, каждый раз, когда вы испытываете ревность, вам можно и нужно, скорее нужно, чем можно, проявлять к молодому человеку, ну вот, к своему молодому человеку. Нежность, проявлять к своему молодому человеку позитив, всячески хвалить его, всячески, значит, проявлять какую-то конструктивную активность и, в общем-то, таким образом вы будете нивелировать негативные последствия своей ревности. Это то, что я могу сейчас вам сказать. Если вы реально чего-то боитесь, боитесь, да, то есть, ну, вы можете бояться, там, допустим, того, что он вам все-таки изменит по какой-то причине и так далее, то это не шизофрения, а скорее паранойя. Ну, в общем-то, это страхи. И они, к сожалению, просто так из ниоткуда не берут. У них однозначно есть, скажем так, основания. У ваших страхов есть основания. Можно их найти. Сами вы с этим, скорее всего, не справитесь, поэтому если хотите действительно решить проблему, то имеет смысл обратиться все же к психологу и поработать с ним на эту тему более подробно. Как бы. Вот. На этом, в принципе, все. Я думаю, на этом можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.